Воспрепятствование законной деятельности журналиста, злоупотребление должностными полномочиями и превышение должностных полномочий. Не требую провести проверку по их действиям. Что делает прокуратура города Сургут? Вкрывает все данные, переводит в простое обращение и направляет в тот же орган, чьи действия обжалуются. Я не просто письменное обращение напишу, я сейчас на вас жалобу накатаю, понимаете? Это угроза? Это не угроза. Законные требования не являются угрозой. Понятно, то есть вы хотите, чтобы я вас всех, каждого в суд приглашал, да? Это не ответ, это отписка. Получается, вы занимаетесь укрывательством совершенных преступлений. Переводит мое сообщение о совершенном преступлении в простое обращение в порядке 59 ФЗ. Нарушает приказ генеральной прокуратуры номер 45, который запрещает направлять на рассмотрение обращения в органы решения и действия, бездействия которых обжалуются. Плюс он еще нарушает приказ 212 генеральной прокуратуры и нарушает требования действующего уголовно-процентрального законодательства. Почему? Да потому, что они прекрасно понимают, как только они дадут ответ, у меня появятся все основания, чтобы вызвать прокурора в округах МАО в суд в качестве ответчика и в качестве соответчика нового генерального прокурора. Всего за 300 рублей. Всем привет! Три дня назад получил две отписки прокуратуры города Сургут. Плохо читаемые входящие номера, дата. Пришлось звонить исполнителю, уточнять номер. Вот одна отписка, ни исходящий мой не указан, ни тема обращения, ни дата обращения. Ориентироваться можно только по количеству листов. Здесь указано 13 и точно такая же отписка с регистрационным номером 1р. То есть это простое обращение. Также ответил Лукьянов. Здесь 5 листов. Исполнитель тот же. Совершенно непонятно, какое именно обращение имеется в виду. Но так как направили оба обращения к Андрашову, это начальнику полиции МВД, то я думаю это касается именно действий сотрудников полиции. Я веду таблицу учета корреспонденции и учитываю там все детали отправленных обращений и заявления о совершенных преступлениях, в том числе и количество листов. Я не смог ни по датам, ни по количеству листов определить о чем были эти обращения. Ну примерно я вычислил, что это было заявление о совершенном преступлении от 26 января, о том, что во время встречи жителей города Сургут с губернатором, двое сотрудников полиции, это одиноченко Павел Кобазев Александр, применили физическую силу к журналисту, то есть ко мне. Первый вопрос от меня по поводу общественной безопасности. Дело в том, что полчаса назад я выложил на ютубе два видео, на них четко видно, как там, возле той колонны, одиноченко Павел, это сотрудник отдела ТЭЛ, полиции, применять ко мне физическую силу, угрожает и угрожает меня вывести из здания. Я нахожусь, я журналист, и это получается признаки преступления по статье 144, с применением физической силы Еврос. Через пять минут, вон, мужчина сидит, с теплоками за ним, то же самое, применив физическую силу, угрожал вывести, все есть на аудио, все есть на видео. Я от вас требую обеспечить безопасность. Прокурор здесь, пожалуйста, давайте, принимайте мои устные обращения. Факты применения физической силы налицо, 144-я статья, состав преступления есть. Что за соответствующий орган обращения? Я делаю устное обращение согласно закону 509, козырил, статья 4, пункт 2. Сделаю, спасибо. Отлично. Уголовное дело мы воспреждены, проверка в порядке ФК 144-145. Дело в том, что в прокуратуре и следственном комитете находится стопка моих обращений к высоте из моего рода. Вы верили риски? Я нет. А вы сейчас ко мне обращаете? От имени СМИ 26 января я направил вот такое заявление о совершенном преступлении, что в действиях Одиноченко и Кобызева присутствуют признаки совершенных преступлений и требую провести проверку в порядке статей 144-145 ОПК. То есть это Уголовный кодекс. Воспрепятствование законной деятельности журналиста, злоупотребление должностными полномочиями и превышение должностных полномочий. И требую провести проверку по их действиям. Прикладываю видео, ссылку на видео и удостоверение журналиста. Что делает Лукьянов? Прячет все идентификационные данные в обоих отписках. И я предполагаю, что вот это мое заявление о совершенном преступлении просто переводят в разряд простого обращения и направляют в тот же орган, чьи действия обжалуются. А это запрещено. Вот так выглядит Лукьянов. Это заместитель прокурора города Сургут, Балина. Вот Балин сидит. Лукьянов присутствовал на втором судебном заседании по моему иску против прокуроров города Сургут и округа Хмао. Балин на первое заседание не явился и никого не прислал. На второе заседание явился его зам по доверенности. Вот сами видите, у меня каждое мое обращение имеет исходящее и дату. У меня ведет строгий учет всей исходящей корреспонденции. Что делает прокуратура города Сургут? Скрывает все данные, переводит в простое обращение и направляет в тот же орган, чьи действия обжалуются. Я решил позвонить исполнителю. Обычно мне сообщают исходящую дату и тему моего обращения. Но вот с Махачкеевым разговор не получился. Он ни в какую не хотел сообщать. Он мне сообщил вот эти плохо читаемые данные, исходящие дату обоих отписок. Но наотрез отказался сообщать какие-либо идентифицирующие данные моих обращений. Дальше слушаем разговор. Махачкеев. Добрый день, Антон Николаевич Булгаков беспокоит. Подскажите, вчера получил два ваших уведомления. Исходящие номера подскажите, плохо видно. Так. 2020G 2018. Не там и там, а в обоих? Ну, первое. А второе? Второе, 1Р-2020. 1Р-2020, да? Все верно. Так, и мои номера исходящие? Не понял. Мое обращение я не могу идентифицировать. Какое именно вы имеете в виду? Потому что я множество обращений ежедневно отправляю. У меня каждое мое обращение отправляется с исходящим номером. Мой номер исходящий, сообщите. Антон Николаевич, да, если вы ошибаетесь? Совершенно верно. Антон Николаевич, информацию по телефону, в принципе, не предоставляем. Как-то не предоставляете, если только что предоставили два исходящих номера? Ну, исходящий номер он назвал, а то, что вы дополнительные спросите, я вам предоставить не могу. Не можете или не хотите? Не могу. А, по-моему, можете, сообщали мне раньше. Я не сообщал. Ну, не вы сообщали, другие сообщали. У них была, есть такая возможность, у вас нету? Вы отказываетесь? Да, по телефону. Вы отказываетесь сообщить информацию? Да, по телефону. Я не могу достовериться, кто вы на самом деле. А это что, секретная информация, что ли, исходящая номер? Дело не в этом. Я не могу достовериться, что сейчас разговариваю именно с Булгаковым Антоном Николаевичем. Так и я не могу достовериться, что я разговариваю с Махачкеевым. Имя очно назовите свое. Помощник прокурора города Сабута Махачкеев, Самбир Александрович. Самбир? Александрович. Самбир Александрович. Дату тогда назовите моего обращения, когда оно у вас зарегистрировано. Антон Николаевич. Я же сказал, информацию по телефону, я не предсказал. Так вы же сами меня, сами меня Антоном Николаевичем называете. Вы меня не терпеливаете. Вы представились Антоном Николаевичем, как вам еще обращаться. А то, что вы представились, не достоверяет вашу личность. Так, и что, а вы на почту как отправляете вообще информацию? Вы как инвестицируете? По электронному адресу? Не понял. Ну вот вы уведомление отправили на электронный адрес, правильно? Да. Вот я требую, чтобы вы туда же на электронный адрес отправили номера исходящих моих обращений и дату. Напишите письменное обращение, будем... Я не просто письменное обращение напишу, я сейчас на вас жалобу накатаю, понимаете? Это угроза? Это не угроза. Законные требования не являются угрозой. Хорошо. Вы сказали, что вы будете писать жалобу? Конечно, имею право. Законные требования не являются. Именно законные требования вы имеете... Согласно закону, буду жаловаться на ваши действия и без действия. Вы можете писать обращение, следующее ознакомление, что должно произвести в отцов. Я же вас и ограничу в наших правах. Понятно. То есть вы хотите, чтобы я вас всех, каждого в суд приглашал, да? Нет, почему? Нет. Если вы бездействуете... Почему? Ну, потому что номер отказываетесь сообщать. Ответ он был направлен. Мы на вопрос. Это не ответ, это отписка. Как я должен идентифицировать свое обращение? Вы пишете просто обращение. Какое из них? Ни даты, ни номера, ни темы обращения не сообщает. Получается, вы занимаетесь укрывательством совершенных преступлений. Я вот уверен, что вот это вот обращение, оно, скорее всего, является заявлением о совершенном преступлении. Что-то еще по существу будет? Конечно. Послушаю вас. Ну, понятно. Не хотите общаться. Ладно, будем другими методами. Благодарю. Теперь у меня есть все основания подать в суд на действие и бездействие заместителя прокурора города Лукьянова. Но для начала я написал от имени СМИ опять новое обращение требования проверить действия Лукьянова на законность. Тут я полностью расписываю, что он переводит мое сообщение о совершенном преступлении в простое обращение в порядке 59 ФЗ. Нарушает приказ генеральный прокуратурный номер 45, который запрещает направлять на рассмотрение обращения в органы решения и действия, бездействия которых обжалуется. Плюс он еще нарушает приказ 212 генеральной прокуратуры и нарушает требования действующего уголовно-процессуального законодательства. Также я написал, что действия Лукьянова расцениваю как причинение ущерба человеку и предупреждаю о том, что данные действия будут обжаловаться в суде с полным освещением процесса через СМИ и интернет. На странице Сургуднадзора я разместил шаблон, как обжаловать такие отписки. Найти можно через поиск, набираете фамилию Кучеренко и выходит шаблон для обжалования отписки прокуратуры. Вот здесь я прикрепил два варианта, это доковский файл, который можно изменять под себя и мой вариант это PDF. Так что народ, если получите вот такие отписки, что вы пишете сообщение о совершенном преступлении, а вам присылают отписку и говорят, что ваше простое обращение зарегистрировано как простое обращение, если бы они занесли в книгу учета совершенных преступлений, они бы вот здесь вот в тексте написали бы номер КУСП и номер регистрации был бы КП. А они просто его регистрируют как простое обращение, то есть занимаются уклонением от учета совершенных преступлений. Еще сегодня обжаловал отписку Меншикова, это заместитель прокурора ХМАО. Написал жалобы в порядке ст. 124 по третьему кругу. Ни в какую не хотят отвечать на жалобы в порядке 124 УПК. Ни постановление, ни уведомление о продлении сроков, ничего не присылает. Почему? Да потому что они прекрасно понимают, как только они дадут ответ, у меня появятся все основания, чтобы вызвать прокурора в округах МАО в суд в качестве ответчика и в качестве соответчика нового генерального прокурора. Всего за 300 рублей. Следите за новостями. Напомню, апелляционный суд ХМАО 28 января завернул обратное дело против прокуроров, отменил решение Шерстобитова в полной мере, в полном объеме. И вчера дело поступило в Сургутский городской суд. Дело назначено новому судье, уже не Шерстобитову. Скоро предстоит новое судебное заседание, на которое я надеюсь, что прокурор города Сургут явится или хотя бы пришлет своего представителя. Нам бы, конечно, хотелось видеть его самого, чтобы он сам отвечал за свои действия и бездействия. Здравствуйте. А вы почему в суд не являетесь безуважительной причиной? Заняты были или болели? Антон Николаевич Булгаков. Вы меня прекрасно знаете. На этом все. Благодарствую. И народ, каждый из вас, если не согласен с действиями должностных лиц или служащих, вы каждого из них можете вызвать в суд всего за 300 рублей. Оплачивайте госпошлину, готовите иск, подготавливайте все доказательства и подаете в суд. При этом подаете кодотайство о ведении аудиописьменного и видеопротокола и снимаете все на видео. Прямой эфир. Каждого, кто нарушает клятву и присягу, можно вызвать в суд всего за 300 рублей. Увидимся в суде. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok